И в другом случае Без хлоргексидина Были установлены имплантаты Одна заглушка прорезлась Мы сделали пластику Дизайны одинаковые Абсолютно с использованием Свободного трансплантата Для эпитализированного И на формирователь Дисны Был нанесен гель Таким вот образом И формирователи установлены Ушит вокруг них операционная рана И вот то, что мы получили Через 7 дней Ну в обоих случаях мы мазали Естественно, как вы понимаете И то, что мы получили Через 10 дней Ну тут вообще уже просто Полностью сомнированные манжеты Хотя и тут было понятно Что картина Нет, вот здесь мы не мазали А вот здесь мазали Видите, красная зона Обширная А здесь ее нету Тут все белесо-белое Сформировано уже И сама структура Да, вот этой манжеты Она более округлая Это вот видите, какой она имеет еще Это не из-за зоны А из-за того, что состояние тканей То есть они слабо кровоснабжены У них слабое питание Сравнительно более чем вот с этой зоной Вот мы также все померили Все показатели И убедились в том, что да Да, формируется манжета За 10 дней в данном У этого пациента тоже Но здесь она имеет более высокие Качественные показатели Вон какой-то толщий слой эпителия Вот это можно тут проследить Ну и вот тут он тоже толстый Да, вот здесь вот Он тоньше гораздо Вот здесь А здесь вон какой слой манжеты Меняется действительно и манжета То есть вот здесь он сохраняется Тут может уменьшаться Когда мы его меряем первично Потому что делается уже интрооперационно Паспорта заполненные То, как это может быть И так далее Ну и соответственно результаты вывода Вот такая публикация выйдет Это мы себе можем что поставить сразу Еще одну галку Второе это статья Полноценная В журнал Плюс Бой Замечательно, да? Двигаемся дальше И мы подходим ко второй статье Которую мы написали По тем источникам По которым у нас проходили занятия А занятия у нас проходили по теме Изучение причин образования Рецессии Десну Мы же исследовали эту тему Как я обозначил в начале И вот у нас появилась Вот такая рукопись По результату Но сначала нам из нее Надо было сделать Тезис Для конференции Значит, что мы получаем? Мы получаем тезис Для конференции Плюс Файл презентации Тезис конференции Плюс Презентация Плюс Два Дуи Автоматически Раз-два Файла у нас Замечательно Идем дальше Что здесь мы рассматриваем В этом тезисе? Посвящен он Ведущим Этиологическим факторам Рецессии Десны По степени Хулинина Патогенез Поскольку молодой ученый Вошла в коллектив Уже Авторов Которые занимаются Этой проблемой Соответственно Есть понимание О чем писать И вот на базе Тех источников Нам удалось Очень быстро Вычленить Ту необходимую информацию Которую Молодой ученый Занимался Переводом Искал источники Правил Проверял этот перевод Переписывали Два раза На самом деле Ну и так далее Значит У нас задача Здесь была В тезисе Были очень жесткие требования Максимально уменьшиться Чтобы Показать то Что Имеет место По сути Статьи Авторы Исследуют Этиологические факторы Но нигде не говорится Об их структуре Или ранжировании И тем более В особенности О степени влияния На Образование Рецессии Десны Об этом я и говорил Вот мы подошли Наконец-то К этой тематике Потому что Очевидно Проблема лежала На поверхности Давным-давно И мы видим Что Разные факторы Влияют по-разному В процессе лечения Рецессии Десны И нам становится ясно Что есть ведущие факторы А есть факторы Которые могут быть Сопутствующими Или вообще Условиями Образования Ну точнее Не столько образования Сколько Усугубления Или наоборот Компенсации Были одни условия Переехал человек В другой город Поменялась вода Еда, пища Гигиена Ну и так далее Привычки возможно Какие-то Режим сна и отдыха Воздух И в зависимости от этого У него могут Либо усугубляться Рецессии Либо обратно Компенсироваться Поэтому мы решили В данном тезисе Выделить именно Первичные факторы Ведущие Очевидно Что все они имеют Генетическую природу То есть Это конституция Тип кости Объем кости Точки крепления мышц Объем десны И эти факторы Мы уже встречаем Где? Конечно же В нашей таблице Фенотипического планирования Любимой Потому что Они были разработаны Заложены еще тогда И тогда уже сразу понимали По классификации Чернорусской Что именно Конституция Должна лежать Одним из ведущих факторов Она генетически Детерминирована То какой будет человек Ну понятно Что там Одни могут переедать Другие не доедать И прочее Но вообще Конституционально По мере раскрытия Иначе видно То есть Есть признаки Более объективные Говорящие о том В общем Какая конституция У пациента Который сидит Перед нами Также Есть факторы Вторичные Которые По нашей таблице То есть Если это все Касаемо Хирургии Анатомии Вот досюда То Вот это Ортопедические Показатели Да Они Могут Влиять Но Самостоятельно Вызвать рецессию Не могут Они могут Улучшать Состояние Или ухудшать И так далее И третья группа То есть Это вторая группа Сразу мы как-то взяли Проанализировав таблицу Вычленили И распределили их На три группы Объективно Потому что Это самые влияющие Вот эти Эти Влияющие меньше А это условия По сути То есть Какая гигиена Такой будет результат Нашего лечения Спустя Некоторое количество Время Или много лет Поэтому Очевидно Генетически Детерминированные Факторы Они являются Ведущими Первичными Факторы Вторичные Они могут Усугублять Или компенсировать Рецессию Десны Ну а факты Факторы условий Или внутренней Или среды обитания Они могут Способствовать Развитию Сугублению Ну и так далее Или поддержание Остановки Патологического процесса Чему собственно И посвящен тезис У источников Здесь было Соответственно С требованиями Десять Ну и информация По авторам У всех авторов Уже есть Как вы видите И арсид Поэтому Все авторы Будут видны Так Идем дальше Кроме тезиса У нас Была запланирована Полноценная Статья На эту тему Значит Получается Статья Журнал Плюс Один Дой А Мы же Забыли Еще Вот сюда Вот что Написать Значит Раз Два Дой Три Четыре Пять Шесть Дой У нас Уже есть Представляете Здесь Как таковой Презентации Пока Еще Нет И мы К ней Готовимся Как раз Вот это И будет Писаться